Что я их нарисую, что это будет серия и что это будут открытки. Это была продуманная акция, можно сказать. Вечает станция «Ваши уши» — подкаст о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Сегодня у нас в гостях Наталья Ковалёва, магаданская художница. Привет. Привет, ребята. Мы бы сегодня хотели с тобой поговорить о городе, о том, как ты его видишь глазами художника, о проекте благоустройства парка «Маяк», который ты нарисовала, ну и поспутно о всех тех вещах, которые всплывают между этими темами. Давай начнём с твоего детства. Расскажи, пожалуйста, где ты родилась? Так, ну, если брать детство, то, конечно, я родилась на самом деле не в Магадане. Обычно мало кто знает и всегда удивляются друзья, потому что я родилась в Иваново вообще, в селе под Иваново, и переехала сюда с родителями почти сразу же. Ну, то есть мне не было и года, даже, по-моему, полгода не было. Поэтому, да, всю жизнь прожила, конечно, на севере. И прожила первые 10 лет я в Северовенске, на самом деле я там жила. Поэтому море в моей жизни было всегда, в этом плане там, что есть, так это море. А вот сопок вот таких высоких и лиственниц было не всегда, там нет такого пейзажа. Поэтому, в принципе, для меня Магадан, когда я сюда переехала, это был такой совершенно другой город, очень такой удивительный. И он был городом, по сравнению с посёлком, очень сильно читалась разница. Ну и для меня чувство города в Магадане было сразу же. Расскажи о своём детстве в Северовенске. Такое, знаете, типичное детство детей в 90-е, наверное, это когда все любят рассказывать про плавленный свинец в банках, про то, как вылазили с ребятами на каких-то там заброшенных заводах, море баржи, там ещё на побережье были эти, или есть, может быть, ещё немножко, ржавые баржи. То есть там есть вот эта определённая свобода в посёлках, не знаю, вот даже сейчас есть ли или была. Но было точно свободное перемещение абсолютно, когда тебя не знают, где ты гуляешь, с кем ты гуляешь, когда ты там с кем-то знакомишься, тут же у него обедаешь. Ну такие простые взаимоотношения с детьми, с семьями, потому что взрослые знали друг друга, звонили друг друга как-то по телефону, узнавали, что ты там где-то. Меня умудрялись находить в совершенно незнакомых для меня семьях. Ну то есть да, с кем-то познакомился, пошёл, и тебя потеряли дома. Да, ну это такая абсолютно свобода перемещения. А вот всегда, когда речь заходит о Северо-Ивенске, все думают, что оленеводы, они живут прямо там. Но это же не так, да? То есть они где-то... Нет, они там не живут. Они в глубине, да? Насколько вот... Да, в моём детстве оленеводы никак не пересекались, кроме вот праздника, когда были гонки на оленях, ну не сказать, у пляжах, там были сани с оленем, вот были, да, часть программы. А так вообще и оленей-то не было в посёлке, так чтобы можно было прийти и покормить там, я не знаю, посмотреть, погладить. Такого не было, конечно. Это за пределами посёлка. В посёлке обычная такая жизнь, это посёлок городского типа, то есть там просто дома, детские сады, школы. В общем, даже предприятия особо никаких не могу вспомнить, кроме огромной угольной кучи, которая была прямо посреди посёлка. Такое предприятие практически городообразующее, там мужчины работали. А помнишь, по какой причине твои родители решили перебраться в Магадан? Да, причина была классическая, честно говоря, как обычная, потому что посёлок, ну, они, в принципе, я насколько знаю, собирались изначально уезжать, то есть они приезжали на заработки, ещё на грани, да, когда происходили изменения в стране, и то есть когда ещё можно было заработать что-то. Вот именно, соответственно, они приезжали. А кем они работали? Ну вообще мама у меня бухгалтер, всё же проработала бухгалтером, а папа у меня вообще бурильщик, то есть он работал впоследствии почти всегда на приисках, и тогда вот он работал на приисках. Либо бульдозеристом, либо потом он работал бурильщиком, ну, в общем, обычно вот его жизнь связана с золотом. А мама бухгалтер, ну, то есть такие простые тоже для нашего города, мне кажется, в профессии прямо... Ну, по классике, да? Да. Так, окей, значит, вы перебрались в Магадан в начале нулевых, да? Да, мы прямо вот ровно в 2000 году переехали в Магадан. Сначала, наверное, хотели родители вообще из региона уезжать, но, в принципе, остались в Магадане, я думаю, потому что это уже было связано с тем, что вот это вот заработать тогда, чтобы уехать и там что-то где-то купить, вот эта вот картинка, она сломалась, и, конечно, они остались уже здесь, работали до пенсии, но они уже уехали, и вот они, да, до пенсии здесь работали. И, в общем-то, для них это временный город, хотя мой папа, например, и родился в Северовенске, это он привез сюда семью, поэтому для него, как бы, это, конечно, более близкое, наверное, место. Твои первые впечатления от Магадана, когда ты приехала? Ну, мои впечатления — это город, да. Для меня это было вот примерно... Честно говоря, у меня, наверное, когда я приехала в Москву, не было такого впечатления, что вот он, большой город, как когда я в детстве приехала из Ивенского в Магадан. Хотя я уже до этого приезжала, ну, в отпуск я ездила там в Краснодарском крае, но там тоже, конечно, станицы, деревни, в основном такое, но, тем не менее, ты же едешь через, ну, аэропорты, вот такие какие-то инфраструктурные объекты. Но вот всё равно первое впечатление о городе — это Магадан, да. Ну, вот каким был Магадан нулевых? Он был... Во-первых, мне очень нравилась вот эта вот центральная улица Ленина, естественно, там вот эти деревья. Для меня были высокие после Ивенского, потому что там, в принципе, тундра в основном, если брать природу, и даже вот сопок высоких особо нету. Деревья, конечно, есть, но не лиственницы. И вот эта особенность нашего города — лиственница вдоль центральной улицы — очень мне нравилась. И дома, конечно, по архитектуре. Естественно, такого нет в посёлке. И... Ну, ещё было солнечно. Я помню, что как-то повезло с тем летом, когда мы сюда приехали. И мне, конечно, очень нравилась... Вот вся какая-то картинка сложилась очень красиво. А где ты начала жить здесь? Ну, мы изначально здесь жили на Берзино. Это была съёмная квартира. Потом мы перебрались на Звезду. То есть моё детство, оставшееся здесь, ну, вот такое, до университета, проходила как раз-таки... Это автотек, Звезда. Вот в том районе, то есть там водохранилище. Это как раз то место, где мы потом уже гуляли. То есть я вообще привыкла, как ты в посёлке привыкаешь, гулять где-то. Где-то. Ну, ты можешь выйти не во дворе, там, на детской площадке, а что у тебя должен быть какой-то предел свободы, какой-то побольше. И поэтому мы с друзьями дальше уже гуляли в районе. Там были, конечно, всякие различные какие-то места на сопках, где каждый делал какие-то свои убежища, укрытия и водохранилища, и какие-то такие приключения с таразанками, с этими всеми проходами над речкой, через реку, ну, по трубам. Вот эти все классические истории детей, которые, мне кажется, до сих пор активно используются. Ну, потому что это интереснее, чем Ксиловская детская площадка во дворе, конечно. Всего было достаточно, ничего не было, но было много общения с детьми. И, в общем-то, это было самое такое, что было нужно. Больше, в общем-то, ничего. И главное не запирать ребёнка дома, наверное, чтобы ему было с кем общаться. И тогда можно обойтись. И без инфраструктуры, как у нас, в общем-то, сложилось в детстве. А что ты имеешь в виду без инфраструктуры? Без инфраструктуры, но это когда тебе негде собраться даже с друзьями, в принципе. Игровых площадок не было? Мы, допустим, в посёлке всегда гуляли в детском саду. То есть на территории детского сада были какие-то вот эти советские ещё предоснаряды, но они были разнообразные. Это, конечно, я ещё вспоминаю, думаю, насколько сильно думали о том, ну, чтобы разнообразить досуг ребёнка. Потому что они были интересные, в отличие от типичных. Например, какие там были? Ну, то есть там были и, знаешь, такие очень простые вещи, как вкопанные колёса, когда по ним можно бегать. И какие-то вот эти лазилки. И там были беседки. То есть мы выходили, гуляли даже в дождь, я помню, в детском саду, потому что было куда? Деревянные, большие беседки прямо, куда можно было вместить всю группу детского сада. А, ну вот как в парке, да, сейчас такая беседка есть? В парке маленькая, там даже было побольше. А, ещё больше? Ну, то есть она была просто подлиннее, да. И она была для детей, то есть она была приподнята, можно было там сидеть, да. То есть можно было гулять детям даже под дождём. И качели там были, конечно, и карусели там были, и какие-то вот эти огромные паутины, по которым лазить. Ну, то есть, да, оно всё было старое, но оно всё было очень разнообразное по функционалу. И поэтому в посёлке, конечно, если вот брать детский такой досуг, это были территории детских садов. Там их было несколько. И в принципе, в принципе, почти больше и не было. Ну, то есть где-нибудь там старая советская горка, там старая советская горка. Гаражи? А, контейнер гаражи, конечно, мы по ним и лазили, и прыгали. Но ещё в детстве нужно дать должное, нету транспорта в таком количестве и не было. Особенно в посёлке сейчас там уже что-то тоже есть. А раньше не было практически вообще. И мы с подругами могли зимой, рано темнеет, лежать прямо посреди проезжей части. Ну, там есть центральные дороги такие. Смотреть на звёзды. В общем-то, мы так и делали. Да, ну, там было в этом плане очень спокойно. И сейчас, конечно, автомобили, и это очень сильно ограничивает детей, перемещение даже взрослых, но детей особенно. И вот эта ограниченная среда в виде детских площадок, вот это тоже. Обычно просто взрослые говорят, типа, что там, вон у вас детская площадка, туда и больше никуда не ходить. Это очень скучно. Так, окей, то есть вернёмся к Магадану нулевых. К твоему детству. То есть ты говоришь, что не было такого количества площадок, играть было негде. Ну, что-то было. После посёлка мне казалось, что было много всего. На самом деле сейчас кажется, что на самом деле нет. Ну, это то есть, если я видела в детстве какую-то старую советскую железную горку, я обычно собирала их все. Типа, пойдём обязательно, нужно скатиться. Да, было не очень много всего. Я помню, что всё-таки в итоге ты отходишь от всего вот этого вот придуманного времяпрепровождение взрослыми в виде детских площадок и устраиваешь себе собственные квесты уже с друзьями где-нибудь. Вот если брать серию открыток или серию набросков там по городской среде, да, которые там есть какие-то такие комиксы, у меня кто-то был ещё, то ближе, я даже не знаю, ну лет семь назад, наверное. То есть я не рисовала город так всегда. Я даже сложно сказать, что там я рисовала. Ну, какие-то, наверное, другие вещи больше мне были интересны. А в какой-то момент, вот ближе, наверное, к рождению ребёнка, может быть, я начала рисовать открытки. И я, в принципе, люблю, когда есть что-то смешное или юморное в сюжетах. И почти всегда, даже если это просто рисунок. Ну, в открытках тем более. Мне как-то больше нравится подобное, нежели когда там просто пейзаж. Вот, даже если он красивый. В общем, мне там очень сложно нарисовать красивый пейзаж так, чтобы он ещё что-то значил. Ну, типа как у Куинджи. А так, поэтому... Я не Куинджи. Поэтому я пыталась добавить какое-то... Ну, как пыталась. Просто я вот как мысли так рисую. В общем-то, в принципе, у меня... Вот примерно такой способ мыслить и общаться примерно как вот в моих открытках. Это две серии открыток, на самом деле. Вначале это было про медведей, которые ждут. И их я нарисовала, вот первую серию, с очень практичной целью. То есть придумала я, конечно, их спонтанно, но вот именно что я их нарисую, что это будет серия и что это будут открытки, это была продуманная акция, можно сказать. Потому что я, как и многие другие, улетая из города, не могла купить никаких открыток, магнитов. И в аэропорту был киоск, там даже несколько, по-моему. И этот киоск продавал вот эти вот магниты с заключёнными. С заключёнными, да. И они продаются до сих пор. Да, я понимаю. Я не перестаю удивляться, потому что я прям спрашивал, а это действительно люди покупают? Мне сказали, это самые популярные вот магниты, кружки с зэками, просто это, ну, шок. Я просто была тоже удивлена. И я понимала, что мне нечего привезти. И вот я видела этих зэков, и меня вот так возмущало. Ну, надо понимать, что это, конечно, такое ещё было время. Сейчас я немножко проще отношусь вообще ко всему. А тогда я была немножко такая более возмущающаяся по всяким разным несправедливостям, которые в этом мире. В том числе и поэтому я что-то рисовала про городскую среду. И меня возмущало отсутствие нормальных магнитов, там, открыток и так далее. Хотя бы вот чуть-чуть более молодых людей. Потому что я понимаю, что пейзажи — это красиво. Фотографии там, в основном, да, ещё и с природой. Но это не то, что ты можешь привезти друзьям. Вот как-то в моём возрасте. А мне было там 26-27. И я нарисовала их специально. И я сама списалась с владельцем сувенирной лавки. И предложила ему работы. Вот эти вот, чтобы их можно было печатать. И так они там появились. Первая открытка, которую я придумала, была медведь, который там сидит за пнём. У него пень сервированный. Там три работы в этой серии. И первая, как раз, где тебя ждут, это медведь, у которого накрыт пень. И, конечно, это был чёрный юмор абсолютно. Мне писали там, когда, по мне, в Твиттере когда ещё кто-то общался, что, дескать, всё хорошо, но можно подумать, что медведь, типа, ждёт, чтобы съесть. И я писала, что значит, что можно подумать. Потому что это же главный смысл. Потом, конечно, остальные немножко попроще. Но вот первая, она, конечно, самая жёсткая. Но да, просто я ходила чаще тогда в походы. И медведь — это такая штука. Все люди, которые ходят в походы, так или иначе рассказывают какие-то истории. Как они кого-то встречали. И обычно никто не плачет в эти моменты. Ну, потому что они как бы, ну, вышли живыми из этой истории. И для всех это такая история, и самая интересная. Так, если смотреть, то в целом здорово, что ты смогла сменить этот вектор сувенирный, где главные темы, понятно, были заключённые, понятно, почему. И теперь сюда добавился какой-то новый, свежий взгляд, молодой. Да, но медведи, кстати, не самый в итоге. Хотя тоже вот город, где тебя ждут, там, где аэропорт. И это вот как раз переходный период от медведя, который совершенно откровенно ест, наверное, или ждёт, до того медведя, который уже выступает в роли образа горожан, которые действительно ждут просто, чтобы люди приехали, или ждут, чтобы люди вернулись. Ну, в любом случае, это уже немножко не чёрный юмор, а такой образ, скорее, объединяющий. А почему именно вот этот мотив, ну, ожидания? То есть ты как бы хочешь привлечь сюда людей тем самым? Ожидания? Ну, знаете, всё, что я рисую, я рисую же про себя, а не про других на самом деле. Просто так случилось, что мы живём в одном городе, и очень многие смыслы у нас общие. И поэтому людям они понятны, и поэтому людям они нравятся. Потому что каждый думает, что они про него. А на самом деле они про меня. Вот. И да, конечно, у меня очень много людей уехало, и вот где тебя ждут, это скорее про то, где я жду тех, кто уехал, нежели заманиваю каких-то новых туристов. Про туристов я ничего не знаю. Мне, в общем-то, они пока не знакомы, я пока к ним ещё не прикипела. А вот к тем, кто уехал, уже успела. Поэтому как бы это больше про тех гостей, которые приезжают по гостям, ну, вернуться, посмотреть, пожить, вспомнить. Ну, в общем, хотя бы на время, да. Но вообще некоторые-то и возвращаются. Бывает, что у нас такое. Вот скорее про них. Про тех, кто уже здесь был, кто вырос, кто прожил и кто уехал. Наверное, после открыток, твой самый знаменитый, популярный рисунок — это твой эскиз благоустройства парка «Маяк». Расскажи, пожалуйста, тем, кто уже, наверное, подзабыл, как он выглядел до того, как там появился парк, собственно. Вот вся эта зона Нагаева. Что там было? Вот эти гаражи, когда там была просто заросшая трава, разрытая поляна, какой-то участок. И какой-то там лежал мусор. В общем, там была, в принципе, такая заброшка. И она выходила на пляж. Единственный при том пляж тогда. То есть не было, в принципе, никакого благоустройства. Были качели вот уже на смотровой площадке. И все люди, все абсолютно проводили всё время там. И вот это было такое популярное место, потому что оно было самое доступное и самое благороженное. Хотя там, в принципе, было только качели. Там, где Высоцкий, да, стоят? Да, где Высоцкий, там где дача, кофейня. И люди, там всегда было много народу. Там даже диджейские концерты были. Ну, в общем, в принципе, это было такое место, которое вот в тот период, пока не построили парк Маяк, оно было активное. И вот было очень обидно, что пляж ровный, песчаный, и он выходит на какую-то помойку. И мы вот как-то об этом поговорили, а потом наткнулись с анестезией, что мэр был бы не против или хотел бы там вообще парк. Ну, тоже как-то упомянул. То есть мэр обычно говорит, что мы сами первые предложили. На самом деле, я вот помню, что мы прочитали, что он тоже бы хотел. И я нарисовала вот такой скетч просто потому, что я подумала, что сейчас они сделают ещё один, как он называется у нас, сквер морской с мамонтом. Там, где такой большой корабль, да, стоит этот, игровой. Да, где корабль игровой. Но вот корабль игровой, там не худшая часть, а худшая то, что это просто дорожки и скамеечки, чередующиеся с урнами. То есть там нету никаких там ни зон, ничего, там просто асфальтирована... Детская площадка такая, да, большая. Дорожка, скамейка, дорожка. Ну, вот такое. То есть там, в принципе, вот это вот, знаешь, типичное немножко, мне кажется, для какого-то советского больше периода, если брать наш центральный городской парк, когда у тебя просто дорожка и скамеечки. Вот такой вид. И я боялась, что так и сделают. И всё под прямым углом, и всё вот абсолютно непродуманно. Не то, чтобы я умела продумать, я же не архитектор, но мы-то люди молодые, смотрящие в Орламово. И мы, естественно, что-то там где-то немножко слышали про ливневые педализации, про водостоки, про естественные трупы и про зоны для различных категорий людей. И поэтому, да, попыталась я нарисовать такой парк, который был бы не вот этот типичный, перпендикулярный с урнами, а где были бы зоны для разных людей. И он сильно поменялся, на самом деле, с моего эскиза. Я просто предложила, чтобы они, ну, хотя бы, чтобы могли увидеть, что есть ещё какие-то варианты, кроме как просто скамеечки поставить. И там у меня были, да, конечно, там был огромный такой деревянный кит у меня. Я люблю китов. Вот. И там были зоны детская, и как раз там была зона ещё какая-то, типа, дендрария кровическая, да, там, с описанием, с местными растениями. Всегда все хотят местные растения, но их очень сложно вырастить, на самом деле, особенно на побережье. И такая зона, и зона со сценой там тоже была, но немножко другая она в итоге у нас появилась. Но, тем не менее, сам факт того, что она была озвучена, не знаю, насколько это помогло её реализации вот в жизнь, что она есть. Но была и зона сцены, да, и какие-то... Я даже до конца не помню уже, что там было. Самое главное, что она была вот... Я взяла гугл-карту, посмотрела, какие там были протоптанные пути, и постаралась, в общем-то, их сохранить. На основе них вот эта геометрия парка у меня была сделана. Ну и в целом, конечно, я хотела, чтобы это было максимально экологично, визуально, то есть чтобы там не было вот этих ярких цветов, каких-то кремлей красных и так далее. Ну, в общем, да, какой-то такой морской стиль я пыталась там, наверное, соблюсти. И вот я его подала, отнесла там, что отдала. И я понимаю, что это было важно больше потому, что... А куда ты его отдала? Мы отдали его, по-моему, Юрию Михайловичу Казетову. А, то есть просто эскизы принесли отдали, да? Ну, просто мы знаем Юрию Михайловичу, ну, как я, муж скорее, чем я. И поэтому есть как способ выйти. То есть хотя бы позвонить, написать, вот, дескать, мы... Ну, надо ещё... Я до этого, на самом деле, ещё предлагала... По-моему, это было до этого. У меня был эскиз автобусной остановки для центральных улиц. Там тогда стояли вот эти вот, знаешь, где продают фрукты, овощи, и всё подряд, вот эти, прямо, не знаю, с профиля, с какого-то металлопрофиля. Сейчас они хотя бы красивые, прозрачные, тогда вот были ужасные. И я помню, я ещё макет склеила. В общем, у меня там был где-то фотка с макетами, со скидами. Я приносила эскиз остановки, и, по-моему, это было первое. А потом уже я приносила паркмаяк, и ещё что-то. И... А, ещё и приносила вот зону возле моего дома, там, где была первая школа. Ну, ещё какие-то такие вещи, там, что-то рисовала ещё. И, да, и вот мы просто передали эти эскизы, прям принесли. Там у меня, в принципе, на эскизах всё понятно, там с подписями ещё, я не помню, делали описание. И для... Ну, мы, в принципе, понимали, что для руководителей города, для того, чтобы делать какой-то проект, это очень хорошо, когда есть предложение из народа. Потому что, ну, чисто с точки зрения, я не знаю, про пиаривание проекта, про воза его дальше куда-то в... Ну, в люди, опять же, люди легче принимают то, то, что предлагается самими людьми, нежели то, что навязывается административной властью. Я думаю, что это было, в частности, поэтому хороший ход. Ну, то есть, это была положительная такая черта этих набросков. Можно было от них отталкиваться. Ну, короче, ты запустила процесс. Ну, не знаю. Ну, наверное. Но обычно официально люди говорят, что вот, вы нарисовали, да. Ну, мне кажется, конечно, что, ну, главная всё-таки работа была сделана архитекторами, потому что они это воплотили. Это куда важнее. Но и они это воплотили уже с учётом различных аспектов, которые я, допустим, не знаю. Там же, потому что было много проблем с этими грунтовыми водами, они до сих пор остались, и вот с этими очистными сооружениями, которые там в итоге приходилось закладывать. Технических особенностей там масса и так далее. Поэтому я это просто скетч набросала. Я обычно так к этому и отношусь. Но хорошо, если это действительно заложило. Я, допустим, надеюсь, что вот всё-таки от моего скетча пошёл сам вид архитектуры вот этих дорожек и такой геометрии парка. Вот я хотя бы на это рассчитываю, что это может быть небольшой вклад в это. Потому что мне, конечно, нравится, что там не вот эти вот острые линии, углы, что он такой весь обтекаемый. Как тебе вообще в целом вот всё то, что сейчас происходит с береговой линией нашего города, ну, в бухте Нагаева? Сейчас там уже достраивают третью очередь, да, парка? Строят этот большой визит-центр. Да, это уже третья. Достроили. И уже там, по-моему, получили на день, на часть. Вот за визит-центром там вот это, я не знаю, это третий или визит-центр уже третий. Там, в общем-то, всё строится очень быстро, не успеваешь следить. Я хорошо отношусь к тому, что там всё строится. Я поначалу как-то ещё могла там где-то придираться. Потом уже, в принципе, поняла, что, во-первых, всё лучше, чем то, что я помню, чем было. Во-вторых, на проектах в итоге оно, ну, как-то кажется, менее продуманным. Вживую, допустим, вторая очередь парка, мне кажется, лучше даже, чем первая получилась. Ну, вот по, не знаю, по удобности, наверное, больше пропождения времени там. Вот. Хотя на проекте, допустим, мне было это непонятно совершенно. Оказалось, что чего-то не хватает вот именно морского. То есть мне, например, всегда не хватало во всей этой истории с облагораживанием морского побережья именно какого-то морского досуга. То есть люди там загорают, люди там рыбачат, люди там купаются, ну, то есть, а там нету ничего ни для того, чтобы там загорать, ни для того, чтобы там рыбачить. Ну, то есть вот самые, не для того, чтобы там, вот эти вот, для того, чтобы там костёр развести. То есть вот изначально предполагались костровые места. У меня они были на скетче, и у них они были в проекте, но они не реализованы. Ну, и, в принципе, ещё нужно понимать, что если что-то ломается, это нормально, потому что нет ничего вечного. У вас дома тоже что-то ломается, и у вас дома тоже что-то пачкается, и вы это просто чините и убираете. И самая большая проблема, это иногда, почти всегда у нас, это не построить, а поддерживать в приличном виде. Почти всё разрушается очень быстро, особенно в городском парке. Это просто ахова система, и очень во многом, мне кажется, это административная промашка, потому что есть очень такие косяки, которые решабельны, даже если у вас нет средств. Ну, типа там урн просто. Я помню, сделали японскую аллею, и она погибла за год. Вообще она вся там уже в ужасном состоянии, она вся очень быстро ушаталась. Ну, это такая история, и когда, да, нужно менять лампочки, когда их разбивают. И такая история, когда у вас там красивые деревянные есть урны, вот, ну да, в них нельзя бросать мусор, в них нужно просто купить ведра, вставить, и вставлять их туда. Ну, то есть, как бы такая часть. Вот, и это оказалось нерешабельным вопросом. В итоге туда прикрутили прям какие-то железные штуки, прям, то есть, на сути, нарушили целостность. Ну, то есть, это не нужно, это не так красиво. И, ну, то есть, в общем, на самом деле было более простое решение у этой ситуации. Ну, вот, первый год просто бросали прямо в эти деревянные штуки, а потом туда-то думали вкрутить. Алюминиевые ведра прямо вот к ним присобачить. Ну, в общем, и таких вот, таких-то моментов очень много там. Если взять то, о чём ты говорил, глаз народа, ну, и ты, в принципе, как молодая мама, у тебя тоже опыт есть, там, прогулок с ребёнком. На какие бы вещи ты, в первую очередь, обратила внимание, и что нужно было бы улучшить, переделать? В парке? Нет, ну, вообще в городе. А, в городе? Да. В городе. Знаешь, у меня просто растёт ребёнок. Когда она была маленькая и гуляла на детских площадках, мне не нравилось всё абсолютно, потому что это была такая история, когда везде стояли ксиловские детские площадки. Сейчас они убираются. Новые пока что особо как-то не ставятся. Ну, то есть, где-то есть, где-то нет. Я не заметила, чтобы вот нового образца начали завозить площадки. То есть, пока что просто скорее подготавливается почва. Но убирается. В этом году очень много чего убрано было. Пока ещё ничего не поставили нового. И это проблема, в принципе, по России. Мы ездили в отпуск, там, везде ксиловские площадки. А разница такая, что ребёнок на неё гуляет полчаса и говорит, пошли дальше. А при этом мы приезжали, когда куда-нибудь в Новую Голландию, и там есть этот огромный корабль детский. Ну, детская площадка, она там несколько этажей, там, по-моему, два или три. Конечно, всё сделано безопасно, там, обтянута сеткой. И можно отпустить туда маленького ребёнка, и она там лазит, и не может выпасть. И он огромный, и там действительно есть где полазить. И там такая сложная конструкция, когда ребёнку интересно. И там ребёнок гулял, у нас, по-моему, четыре с половиной часа, и она не хотела уходить. И это вот такая вот разница, когда среда просто сделана для галочки, потому что, ну, там по плану написано, должна быть детская площадка. И когда она делается для того, чтобы, ну, чтобы там больше времени проводили люди. Вот. И чтобы им было интересно. Вот есть такие площадки, на которых интересно, и хотелось бы, конечно, больше. Есть такие площадки, на которых неинтересно. Вот типичные ксиловские неинтересны. В этом плане, мне, конечно, в каких-то других эскизах, которые я там тоже подавала, вот как раз, где была первая школа, у меня была зона для подростков, там, для паркура у нас. Поставили в парке зону паркура, она была суперпопулярная. Там было бесконечное количество детей всегда. Они там были всегда. Я там работаю просто рядом. И не было... Они до поздней осени, чуть ли не зимой там лазили. В общем, паркуровская площадка была крайне популярна. Там было много детей, им было интересно. Но это была та проблема, что, ну, там же собираются дети, а дети всё ломают. И поэтому её убрали. Насколько я понимаю, что её хотели перенести в другое место. Но так и не перенесли, её так нигде и нету. Это как раз такая штука. И у меня там была нарисована как раз эта паркуровская площадка, потому что я понимаю, что если детям, подросткам интересно, ну, это хорошо. Но, в общем-то, мы же для них, в общем-то, город строим. Для тех, кто будет здесь жить, для тех, кто здесь растёт, а не для тех, кто... Ну, мы не музей. Не город-музей. Мы всё-таки должны быть живыми организмами. И, в общем, благо вот у нас расстраивается, парк, дюкча и так далее. И там уже, в принципе, есть выбор. Можно куда-то съесть и сходить. Но вот именно в таких зонах доступности хочется, чтобы были хорошие детские площадки во дворах. Потому что мамы с колясками, особенно в нечищенном городе от снега, не могут добраться до дюкчи. И очень сложно. Даже если могут, слава богу, хотя бы появился тротуар, но не до самого парка Маяк. Мне очень нравится там система с огромной-огромной лестницей. Самое смешное было... Просто мне интересно, кто проектировал. Самое смешное, что там огромная лестница. И мы можем увидеть, что эту лестницу досыпали. Ну, то есть рядом идёт дорога, по которой идут машины. И она просто дорога. Она идёт вниз. Ну, то есть там нет уже вот этих вот бугров. То есть, по идее, тротуар тоже мог бы быть в таком же уровне, как и дорога. И чтобы не нужно было по лестницам спускаться, можно было бы просто по склону пройти и проехать. Но в итоге там нету пантусов. И огромное количество лестниц. И это не жизнеспособно вообще для человека. Даже если у него нет велосипеда и коляски. А у меня есть или велосипед, или коляска. Ну, коляски нет, ладно же, велосипед. И поэтому я не пользуюсь такими вещами. И там негде проехать, кроме проезжей части. Поэтому во дворах вся инфраструктура такая для маленьких детей, она, конечно, должна быть во дворах адекватная, чтобы родитель просто вышел и сразу же мог гулять с ребёнком, не преодолевая какие-то невозможные преграды в виде сугробов, не идя куда-то на единственную одну удобную более-менее детскую площадку. Вот. Обычно, конечно, автомобилисты здесь возникают в качестве проблемы и начинают ссориться, дескать, а если вдруг маме нужно в поликлинику, а тут холодно. Ну, на самом деле, в поликлинику нужно раз в месяц, а гулять начну каждый день. И если уж думать о матерях, то лучше сделать колясочные во дворе, чтобы не нужно было вытаскивать из хрущёвских подъездов тяжёлые коляски и засовывать их обратно. Это совершенно непосильная штука. Просто я ненавидела гулять, потому что нужно затаскивать и вытаскивать, и это невозможно, сложно. А если бы были колясочные вместо парковочных мест, ну, то есть, два парковочных места, и у вас есть колясочная на, там, я не знаю сколько, на шесть колясок, наверное. И, то есть, это, вот это называется, мы думаем о том, как же будут мамы с детьми, а не парковка во дворе. Как ты думаешь, все вот эти вот изменения, которые происходят, они в целом влияют на отношения горожан к городу? Ну, то есть, эта история помогает, скажем так, удерживать людей. Ну, не приходится ли тебе рисовать больше открыток, да, там, я тебя жду, ну, чтобы твои близкие, видя все эти изменения, они начинают меньше, как бы, думать о том, что нужно уехать? Мои близкие уже уехали, ну, те, которые могли бы думать о том, чтобы уехать, остались, ну, моя сама семья, это я и мой муж, и ребенок, ребенку рано, мужа отсюда не выгонишь, вообще ничем, мне кажется. Поэтому, ну, у нас такой темы нет, а среди, там, друзей, ну, я думаю, инфраструктура, конечно, помогает для того, чтобы здесь остались люди, потому что, если бы здесь не делалось ничего, уехало, я уверена, уехало бы больше, если бы не было вот этой подвижки, если бы не было парков, если бы не строилось там, даже президентский. Да, я понимаю, что это всегда был такой провокационный вопрос, в плане того, что у нас много чего не хватает, но мы строим спортивный комплекс, но на самом деле, ну, я понимаю, что, да, система финансирования работает подобным образом, никаких мне вопросов, придирок, хорошо, что есть, к тому же, я люблю бассейн, вот, и поэтому, да, я думаю, что все, что строится, это хорошо, даже если там какие-то косяки, даже если где-то ты упираешься в забор, ну, можно потом что-то изменить, если что-то есть, а не хочется видеть пустого города. Если бы не было парка Маяк, да, было бы хуже, я думаю, да, больше детей, людей, взрослых в первую очередь. Вопрос от нашего предыдущего гостя, Николая Добротворского, который дал интервью нам в писемном виде. Зачем человеку совесть? То, что мы позволяем себе, это то, ну, за что нас выбирают другие люди в частности, и это определяет нашу жизнь. И мне кажется, что по совести, совесть нужна для того, чтобы мир был в конечном счёте прекрасный для нас самих, ну, чтобы люди, которые нас окружают, были нам интересны, чтобы они были добрые, чтобы они были честные, чтобы они создавали вместе с нами нашу жизнь, а мы всё-таки люди социальные. И если бы мы жили по одиночеству в лесу, это был бы лишний конструкт, наверное, совести. Абсолютно как бы можно было бы обойтись. Но так как мы зависим друг от друга, то она необходима для того, чтобы мы не скатились к какому-то абсолютному хаосу и могли быть счастливыми. Мне кажется, что без совести была бы такая картинка. Наш постоянный вопрос из одного слова. Трасса. Трасса. На самом деле, Северо-Ивенск, это не совсем для меня трасса, потому что туда не ведёт трасса. Северо-Ивенск связан с Магаданом, авиасообщением или морем. Зимник? Зимник, да. Ну, Зимником пользуются, не знаю, кто там, ну, челноки какие-то. Ну, в общем, это какая-то такая очень специфическая часть. Ну, там, не знаю, охотники, ну, в общем, какие-то люди, которых я не знаю даже лично. Это какой-то такой, знаешь, миф. Зимник там где-то сейчас что-то привезёт, приедут и так далее. Ну, в общем, это не совсем трасса, вот поэтому я себе даже никак не могу ассоциировать моё детство с трассой, потому что это такой прямо изолированный участок Колымы, Северо-Ивенск. Есть вот Северо-Ивенск, и есть трасса. И трасса немножко вот как будто по-другому ощущалась всегда в университете. Много было ребят, которые там с разных посёлков. И вот они как будто бы вот вместе. Они все с трассой. Ну, да, с разных посёлков, но с трассой. А я вот совсем не с трассой. Я откуда-то с острова. Вот. И поэтому как так ощущалось. Но в целом трасса, на самом деле, меня трасса пугает. Ну, то есть я, конечно, ездила там в какие-то посёлки не очень далёкие, ну, там, да, палатка, там, как-нибудь Ола, но вот как в Северо-Ивенске, там, не в Ягодное, никуда так далеко я не заезжала. В Северо-Ивенске мы самые далёкие. Ну, мне, может быть, хватило Северо-Ивенске просто. Но в целом трасса вызывает у меня такие сложные и жуткие вообще ощущения, и я поэтому туда не езжу. Ну, потому что у меня вот трасса, это что-то такое умирающее. Вот это вот чувство смерти, оно, не знаю, всего вообще, вот это чувство пустоты, наверное, это первое, что у меня вызывает трасса. Поэтому я, в принципе, про Северо-Ивенск не очень люблю вспоминать, хотя у меня очень счастливое детство, но вот сейчас ввиду каких-то уже взрослых своих переживаний, я не знаю, как там жили мои родители, например. Мне кажется, что это очень одинокое и пустое место сейчас. В детстве так не казалось. Ну, в детстве ничего такого, в принципе, и не кажется людям. А вот сейчас мне кажется, что это очень такая немножко грустная история, и поэтому я как-то трассу боюсь, честно говоря. И у меня вот муж её любит, обожает и постоянно ездит, и пытается меня туда утащить. И я говорю, что спасибо, но я слишком тревожный человек для того, чтобы ездить на трассу, потому что это чувство, знаете, у Стивена Кинга есть лонгольеры. Рассказ, произведение. Фильм снят ещё. Это такое место, где время там остановилось, потому что там, не знаю, самолёт залетел в дыру, в пространстве времени, там куда-то попал. В общем, и это место, где время остановилось, и приближаются лонгольеры, такие огромные круглые шары, какие-то с зубами. Ну, в общем, они съедают пространство. Вообще всё пространство. Ну, времени там, в принципе, и не было. Ну, в общем, они, по сути, съедают всё, оставляя только чёрную пустоту. Вот это вот ощущение приближающихся лонгольеров, вот что, наверное, у меня ассоциирует со страцей. Твой вопрос для нашего следующего гостя. Да, ладно. Вот у меня был какой-то сложный вопрос, он мне достался, и надо передать эстафету сложным вопросом. Как вы взаимодействуете со своим чёрным человеком? Твои пожелания нашим слушателям. Мои пожелания слушателям — это, если это получится, конечно, было бы хорошо, если бы вы больше думали о том, каким бы мог быть этот мир, если бы вы не ограничивали себя какими-то бытовыми возможностями. Больше фантазируйте, наверное. Вот это было бы хорошо. К слову о смыслах, да, это как раз то, о чем я пока что немножко отложила, но вообще, мне кажется, это до сих пор такая интересующая меня тема. Я одно время рисовала «Магадан будущего». У меня была серия открыток, плакатов, точнее, таких космических. «Магадан 2045». И был небольшой такой одностраничный комикс. Ну, то есть там было 10, наверное, страничек с разными сюжетами. И они все были про как раз, ну, 2045, так и называлось. Наверное, у меня такой локальный проектик. Он не оказался слишком популярный, но мне кажется, что это вообще лучшее, несмотря на то, что там, да, есть какие-то медведи-старатели, что вот именно он лучше, чем все прочее. Именно потому, что это была попытка придумать какое-то будущее для города, которое было бы совершенно невозможным и практически неосуществимым, но это было бы другое будущее, нежели вот мы имеем сейчас. Вот это вот понакатанное. То есть пока что понакатанное мы что имеем? Там какой-нибудь город Вахтовик или просто уменьшение количества жителей до такого состояния, что здесь образуется там маленькое поселение, и все специалисты приезжают, добывают полезные ископаемые, уезжают. Ну, то есть это, в принципе, то, что я уже озвучила. И поэтому, да, я как-то стала рисовать город будущего, где были бы космические ракеты, инопланетяне, разумные медведи и всякие прочие вещи. Там вот этот комикс, он как раз, он шуточный тоже, конечно же. Но он содержит в себе все, что есть сейчас, с примесью того, что здесь никогда не могло бы быть. Хотя есть один... Ну, то есть как бы я понимаю, для себя я выстроила концепцию, когда могло бы быть, в принципе, если бы вдруг оказалось, что здесь стоянка какой-нибудь инопланетной стивилизации, ну, типа космопорт, и они просто вот наконец-то прилетели, и вот тогда могло бы, в принципе, быть все, что угодно вообще, потому что это самый нетривиальный сюжет сам по себе. И да, это было самое нетривиальное. Ну, в общем, я ни в чем себя не ограничивала, и там могло бы быть все, что угодно. Там и креоцентр, где люди себе могли заморозить до будущих времен, и космопорты, и всякие прочие штуки. И вот эта вот невозможность, вроде бы невозможность сюжета, во-первых, делает Магадан центром мира, потому что, ну, я не знаю, где еще есть и космопорты, и разумные медведи, и все подряд. Ну, то есть даже на уровне образов и произведений, я не знаю, про Москву, ну, про Москву, может быть, есть что-то, да, про, ну, не очень веселая Москва, про метро, да, 33 или как-то, я уж не помню. Ну, вот такие какие-то вещи есть. А в целом, про города нет, а про Магадан, ну, вот у меня есть. И Магадан становится, ну, то есть ты сам определяешь на планете, где там центр, где нет центра, но он же, в принципе, почти круглый, шарообразный, можно так сказать. И, в принципе, нет углов, поэтому у меня было как-то тоже рисуночек, что Магадан в центре. Ну, как на всех картах. Да, есть карта. Австралия перевернутая. Да, все ставят себя в центр всегда. Да, и я, в принципе, как-то вот какую-то такую, не помню, для статьи зарисовочку делала, да, и там был Магадан в центре. Ничто этому не мешает, в принципе. И для смыслов это тоже ничего не мешает. Я делала конкурс как-то себе в Инстаграме, как раз вот, когда все это нарисовала, там, напечатала что-то. Нужно было придумать Магадан будущего, ну, в плане, просто любое описание, там, необычное, будущего. И из грустного, допустим, многие люди придумывали будущее Магадану, это было настоящее Москвы. Вот это был такой образ, то есть представление о великом и будущем, таком светлом, в принципе, через призму вот какого-то развитого, самого, может быть, города настоящего. Но были, конечно, интересные, там, один парень написал прекрасный совершенно дневник из будущего, откуда-то там, какого-то там, не помню, года трехтысячного или что-то там вроде. Вот, и это было интересно. То есть хотелось бы, конечно, чтобы люди могли позволить себе придумывать что-то, выходящее за пределы существующей реальности для того, чтобы просто был выбор, потому что, если нет выбора, то мы идем по такой накатанной к тому варианту, который нам дали. А нам, в принципе, кроме города в этого никогда ничего не дали, вот если брать Магадан. Ну, наверное, и на каждую частную жизнь это тоже распространяется. Если не придумывать и не мыслить себе, какое будет будущее, каким будет будущее, какой будет твоя цель в будущем, то ты просто живешь, как живешь, и не знаешь, куда идешь, и, в принципе, возможно, пропускаешь самые необычные повороты. Вот, наверное, вот это я бы и пожелала, фантазировать свое будущее. Наташа, большое спасибо тебе за очень интересный разговор. вам спасибо, что пригласили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok